В конце прошлого года Центробанк зафиксировал рост операций по банковским картам на 22%. Сумма превысила 27 триллионов рублей. Люди все меньше используют наличные при покупке товаров или услуг. Бизнес подстраивается под новые реалии и внедряет новые способы оплаты. Один из них – система быстрых платежей. О том, что это за технология, как она работает и чем отличается от других способов оплаты, расскажем в этой программе. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Какие тренды сегодня существуют в сфере банковских платежей? Наверное, наиболее громко сейчас звучит тема стоимости приема безналичных платежей для предприятий торговли и услуг. И тренды таковы, что эта стоимость в ряде платежных систем только растет. Это, безусловно, беспокоит предприятие и тема обсуждается. А что такое система быстрых платежей и как она работает? Система быстрых платежей – это сервис, который позволяет мгновенно и безопасно переводить деньги между счетами в разных банках, а также оплачивать товары и услуги в предприятиях торговли и услугах. У покупателя на смартфоне должен быть мобильный банк, поддерживающий систему быстрых платежей. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код и подтвердить оплату в приложении. Также в онлайне распространены сценарии оплаты, при которых пользователю просто нужно нажать на платежную ссылку или кнопку и произвести платеж. При этом клиенту не нужно оставлять никаких данных банковской карты. На каких условиях вы работаете с предпринимателями? В системе быстрых платежей размер максимального тарифа, максимальной ставки, взимаемой банками с предприятий торговли и услуг, ограничен для большинства предприятий – это 0,4%. Комиссия не может превышать этой суммы. Для ряда предприятий она не может превышать 0,7%. И с 1 октября действует ограничение на абсолютную сумму этой комиссии. Вне зависимости от суммы платежа комиссия не может превышать 1500 рублей. Также я бы отметил, что с 1 июля по 31 декабря 2021 года предприятиям малого и среднего бизнеса компенсируются затраты на комиссии за прием денежных средств через систему быстрых платежей. Фактически для них прием безналичных через систему быстрых платежей бесплатный. В первую неделю месяца банки-участники передают данные о количестве операций в Минэкономразвитие. В течение 20 дней госорган выделяет деньги на компенсацию комиссий, далее банки перечисляют их на счет предпринимателей. Я бы отметил мгновенность зачисления денежных средств на счет предприятия. И, безусловно, это стоимость для предприятия. Никакого дополнительного оборудования не требуется. Самый простой способ начать принимать деньги через СБП – это наклейка с QR-кодом. Также можно выводить QR-код на любом оборудовании, имеющемся уже у ритейлера. В интернете можно размещать кнопки оплаты на сайте, в мобильном приложении. Все очень удобно и просто. На мой взгляд, наиболее востребована система быстрых платежей может быть как раз в предприятиях малого-среднего бизнеса. Потому что именно эта категория имеет наиболее высокие ставки эквайринга традиционного, а в особенности, если мы говорим про эквайринг в интернете. Сервис оплаты с помощью системы быстрых платежей запустили осенью 2019 года. За это время к нему подключились более 180 тысяч компаний. Поговорим с одним из представителей бизнеса, который использует систему – отельером из Зеленоградска. Сергей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Какой объем транзакций совершается в вашей сети отелей в безналичной форме? На сегодняшний день где-то порядка 70% от общей выручки, которую мы получаем от наших гостей, у нас проходит по безналичным платежам, по безналичной оплате. И из них где-то порядка, ну на сегодняшний день порядка 5-6% – это те платежи, которые проходят по системе быстрых платежей. В денежном выражении, ну на самом деле, это не такие большие деньги. Это порядка 3-4 миллионов рублей на сегодняшний день, с учетом того, что мы установили систему быстрых платежей. Всего лишь с декабря 2020 года. Почему вы решили подключиться к системе быстрых платежей? Для нас выгодно по нескольким причинам. Наши гости не раскрывают данные карты, особенно актуально при интернет-акваринге. Ну и кроме того, это выгодно для нас, потому что комиссия по системе быстрых платежей гораздо ниже, в данном случае на 1,5% для нас, чем по интернет-акварингу. И мы сэкономили порядка 50 тысяч рублей с того момента, как мы установили систему быстрых платежей. Мы уже получили возврат комиссии от нашего банка. Пусть это не такие значительные деньги, но на самом деле это все равно приятно, когда тебе что-то назад возвращается, в данном случае от банка. Продолжение следует...